Всем холло народ, с вами снова я Молтор. Вы знаете, что я иногда прохожу террарио с оружиями, которые в 10 раз быстрее обычных. Но обычно я всегда в таких видосах избегал класс мага, потому что логично, что он тратит очень много маны, из-за чего невозможно проходить террарио за этот класс. Однако сегодня я решил не совсем пройти террарио, а провести небольшой эксперимент. Точнее посмотреть, как все это время выглядело оружие на мага под ускорением ванильной террарии. Уверяю вас, выглядело это очень прикольно, так что обязательно смотрите этот ролик от начала и до конца. А если хотите повторения этого эксперимента в Calamity моде, да и в принципе больше экспериментов в Calamity, давайте наберем 79 тысяч подписчиков на канале. А также не забывайте переходить в мой дискорд сервер, где вы можете пообщаться со мной и подписчиками, а также в телеграм канал, где я публикую новости о канале и мемы. Что ж, не буду больше вас задерживать, начинаю видос. Сегодня я праздную свой день рождения, и мне исполнилось 19 лет, поэтому в честь этого события проведу 8 июня стрим с подписчиками. При желании, если вы не будете присутствовать на стриме, можете поддержать меня и мой канал Чеканной Монеты по ссылке в описании. Всем заранее большое спасибо за поздравления, и тем, кто придет на стрим, тоже спасибо. Итак, почти любое приключение мага начинается с того, что ты находишь жезл искр в деревянном сундуке. Оружие, конечно, неплохое для начала, но выглядит уж слишком слабо. А еще сегодня для меня стал шокирующим тот факт, что его можно использовать под водой. Этим оружием можно разве что пожирателей убить. И, кстати, о них. Раз уж я нахожусь в порче, то самое время выбить оттуда злую колючку. Главное не вызвать пожирателя миров, разумеется. Однако это оружие неплохо прошивает все его сегменты и выглядит очень красиво. В мире уже выпал метеорит, поэтому из него можно сделать космическую пушку. Выглядит это, конечно, скучновато, тем более, что может в любой момент прийти стран сущий торговец и продать запинатор. Запинатор, в отличие от космической пушки, умеет делать необычные вещи, что и видно на королеве пчел. Ну а из самой королевы можно получить пчеломет, который превращается просто в пчелиный пулемет. Не забудем надеть пчелиный рюкзак, конечно же, чтобы превратить пчел в мутантов, но даже несмотря на их огромный размер, скелетрона они выносят достаточно медленно. Поэтому я перескочу немножко вперед и добью его кровавым шипом. Кровавый шип – одно из самых красивых оружий на мага, как мне кажется. И раз уж скелетрон побежден, пора показать целую кучу оружий, которые можно получить после его убийства. У водяного выстрела, как и у многих других пушек, которые стреляют не снарядами, а частицами, есть проблема. Из-за огромной скорости частиц становится так много, что они больше не прорисовываются. И из-за этого оно выглядит так, как будто враги умирают от воздуха. А вот с книгой черепов, например, такой проблемы нет. У него есть как частицы, так и снаряды. Да и выглядит оно очень красиво. Одно из моих самых любимых оружий под ускорением – это оружие типа волшебной ракеты, потому что и выглядит эффектно, и прикольно следует за курсором, и даже можно кого-нибудь ваншотнуть, например, стену плоти. А как насчет трех механических боссов одновременно? И раз уж мы победили механиков, то почему бы вам не показать мое любимое оружие в этом видосе – радужный жезл. Он выглядит красивее и эффектнее, чем многие другие оружия. Вы только гляньте, как я ваншот уничтожителя. А такого количества урона за одну секунду у меня даже лагает. Ну, довольно с вас радужного жезла. Давайте посмотрим и другие оружия. Небесный разлом. Пламя духа. Выглядит уж очень красиво. А вот проклятые огни скучноватые. С золотым душем история такая же, что и с водяным выстрелом. Просто не все прорисовывается. А дождевой жезл становится полностью бесполезным, ведь он начинает работать только когда ты уже не используешь оружие. Не забудем и про отравляющий посох. Теперь же можно двигаться дальше. Почему-то резонирующий скипетр с принцессой оказался неэффективным против плантеры. Зато достаточно прикольно показал себя адский трезубец, хоть он и стреляет частицами. Как, собственно, и спектральный посох. Зато посох со снежной королевы был прямо-таки создан для аннигиляции всего живого. А колба с токсинами была создана для аннигиляции вашего компьютера. Посох летучих мышей и хвоемет изменились мало. А вот ярость Бетси стала очень сильной. Вот и настал черед оружий из Рыброна. Пузырная пушка создает очень много пузырей. А ради бритвенного тайфуна я призвал толпу големов, у которых почему-то общая полоска хп, общая голова и общее тело для кулаков. Если хотите, можем в будущем провести эксперимент с призывом большого количества других боссов, чтобы посмотреть, какую дичь может преподнести нам игра. Оружие с Лунара я попробовал тестить на Императрицах Света, но их слишком много и они мешают смотреть на атаки оружий. Вот пламя туманности. А вот туманный арканум. Лунную вспышку с Лунара нет смысла показывать из-за того, что она стреляет частицами. А вот финальная призма, на мое удивление, очень сильно ускорилась. Что ж, и на этом мой небольшой обзор различных магических пушек на ускорении закончился. Обязательно подписывайся, если хочешь продолжение этой мини-рубрики в Каламете, и не забывай прийти на стрим 8 июня в честь сегодняшнего дня рождения. Всем удачи и адьос!